В школах действуют меры профилактики распространения коронавируса. Соблюдение требований Роспотребнадзора в общеобразовательных учреждениях под контролем представителей власти. Очередная инспекция прошла в восьмой школе. Перед тем, как сесть за парты, позаботься о себе и окружающих. К этому правилу ученики восьмой школы уже привыкли, подходят к санитайзеру без лишних напоминаний. Чтобы минимизировать контакты между детьми из разных классов, потоки учащихся разделили на четыре группы. Первая приходит в восемь утра, вторая – в восемь сорок пять, затем через час и последняя в двенадцать сорок пять. Таким образом, школьники не пересекаются друг с другом. Обучение проходит по кабинетному принципу. Занимаются все в своих классах, за исключением физики, химии, информатики, которые ведутся в своих кабинетах. Что касается физической культуры, погода, когда хорошая, естественно, занимаются на улице. У нас есть для этого все условия. Если плохая погода, то в спортивном зале у нас их два. В школе обучается 552 ученика. Работает около 50 человек. В настоящее время эпид-обстановка здесь положительная. По болезни отсутствует всего 6% учащихся. Мы мониторим в целом, что у нас происходит на территории городского округа. И, в частности, особое внимание это школам, дошкольным учреждениям. Наша задача – как-то удержать ситуацию, связанную и с вирусами, и с безопасностью. Надеюсь, что на сегодняшний день наши жители абсолютно понимают, что происходит. И задача, если не здоровится, оставаться дома. Если видишь, что ребенок приболел, удержать его дома. Значит, нужен врач, нужно лечение. Во время своего визита Владимир Ужицкий также обратил внимание на организацию бесплатного горячего питания для начальных классов. В округе действует федеральный проект «Единая Россия. Новая школа». Такие выездные проверки проходят в Люберцах регулярно. Уэзи Айгия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.